Значит, обед уже планируется, да? Когда они хороши? Они хороши тогда, когда вам нужно прояснить ту информацию, которую вы уже получили. Следующий тип вопросов. Так называемые хвостатые. Цель этих вопросов — получить подтверждение или согласие по тем очевидным преимуществам, которые вы демонстрируете, и обеспечить вовлечение клиента в дальнейший разговор. Их особенность заключается в том, что они заканчиваются вопросом. Да, попросительным словом. Это же качественный прибор, правда? Это же серьезная проблема. Вы согласны? Этот товар лучше иметь на складе, верно? Решение этой проблемы должно быть найдено в кратчайшие сроки. Вы согласны? Нам с вами сейчас стоит пойти поведать все-таки. Вам так не кажется? Итак, задача этих вопросов — это получить подтверждение уже к тому предложению, которое вы уже для себя выработали. Очень манипулятивный вопрос, но и такие у нас тоже используются. И последний вид вопросов — альтернативные. Цель этого вопроса — дать клиенту иллюзию выбора. Почему иллюзию? Ну, потому что выбор-то на самом деле за него делаете вы. И вы должны это делать, как продавец. Клиент приходит к вам за этом. Это не является ошибкой, это является обязанностью продавца. Особенность этих вопросов — наличие слова «или». Причем оба ответа, которые может дать клиент, являются различными формами «да». Скажите, пожалуйста, вы сейчас будете забирать товар или вы заедете за ним завтра? Иллюзия выбора — либо сегодня, либо завтра. А на самом деле клиент забирает товар. Скажите, пожалуйста, какой из холодильников вам больше нравится? Белый или черный? С одной камерой или с двумя камерами? Клиент выбирает, но он выбирает уже из того товара, который вы ему предложили. Он отвечает на вопрос, что ему нравится. И это ваша задача — подвести клиента к осознаванию того, что с помощью вашего товара вы сможете удовлетворить какую-то его потребность. Итак, это вопросы, которые могут вам помочь для того, чтобы разговаривать с вашего клиента и получить больше полезной информации. Какие же приемы активного слушания мы можем использовать? Задавание вопросов «да», а что же еще? Итак, вот вопросы, которыми мы пользуемся в процессе общения. Сделайте маленький эксперимент. Выберите того человека, с которым вам бы хотелось сейчас пообщаться. И в течение трех минут пытаетесь общаться с ним только с помощью закрытых вопросов. Посмотрите, насколько продуктивным, объемным получится ваше общение. А после этого пытайтесь пообщаться с ним с помощью открытых вопросов. Только вопросов. И посмотрите, какая получилась разница. Итак, основные приемы активного слушания. Вопросы мы с вами разобрали. Какие же приемы мы используем для того, чтобы грамотно общаться с нашим партнером по общению? Итак, первый прием – это перефразирование. Это повторение основных положений, основных тезисов высказывания собеседника. Повторение высказывания собеседника. Перед этим следует следующая фраза. Насколько я вас понял? Если я правильно понял и похожий. Для чего это делается? Для того, чтобы клиент понимал. Его послание до вас долетело, да? Оно дошло, вы получили это послание. Но при этом вы можете слышать не все, что хотел сказать клиент. Этот прием побуждает вашего клиента говорить больше и точнее. Следующий вопрос является уточнение или прояснение. Задача – прояснение определенных положений высказанных собеседников. Допустим, вам что-то понравилось очень интересным или важным. Ваша задача – высказать заинтересованность в том, что говорит собеседник и задать вопрос. Секунду, это очень интересно. А не могли бы вы уточнить, какое именно кино вы сегодня собираетесь? Скажите, это очень интересно. А не могли бы вы чуть подробнее рассказать об этом? Для чего это важно? Таким образом вы ведете разговор, и вы получаете больше информации о том, что может помочь вам сделать продажу. Если обращаться с примером к продажам. Следующий прием – резюмирование. Для чего это нужно? В процессе разговора вы можете получить очень много информации. Что же с ней сделать? В ней можно утонуть. И ваша задача после каждого этапа общения – делать маленький итог. Для того, чтобы и клиент помнил, о чем вы с ним договорились. И для себя вы делаете такое резюме. Суть этого приема – это воспроизведение тезисов. Суть высказывания собеседника в сжатом и обработанном виде. С помощью каких фраз это можно делать? Итак, Сергей Петрович, вас интересует буквально две, два, три слова или одна фраза, в которой можно обобщить все, что было сказано. Итак, наиболее важным является для вас сейчас четкая формулировка вопроса. Понятно, для чего это делается. Потому что клиент может рассказывать о том, что ему нужно в общем. А ваша задача – предложить ему тот товар, который удовлетворяет какую-то конкретную его потребность. Поскольку качественно вы можете удовлетворить только одну потребность вашего клиента. Если же вы не резюмируете все, что было сказано, клиент скажет, вы знаете, товар у вас в принципе хороший, но вот здесь не подходит, вот здесь не устраивает, вот тут неверно. Пойду-ка я к другому, поищу более идеальный товар. Ваша задача – сформулировать резюме. После того, как вы сформулировали, что делать дальше? А дальше, вот тут начинается работа вас, как консультанта, эксперта в своем товаре. Это называется логическое следствие. Вы, как слушатель, выводите логическое следствие из высказываний собеседника. Ведь задача любого общения – это не просто высказаться, а это обогатить свое представление о мире или о вопросе. И вот на этапе логического следствия вы думаете, а как могут развиваться события, которые были описаны в течение всего разговора. Отличия от приема резюмирования, смотрите, не перепутайте, они очень похожи. Вы, как слушатель, в резюме, вы четко повторяете суть сказанного вашим партнером, а в логическом следствии вы привносите свое видение на объект обсуждения. Итак, резюме. То есть сегодня вечером ты идешь на фильм, который тебя интересует. Логическое следствие. Значит, домой ты будешь возвращаться, скорее всего, поздно. И тебе придется идти по неосвещенным улицам. Да? Возьми с собой фонарик. Итак, если вы досмотрели наш фильм уже до этого момента, значит, вы уже попробовали несколько упражнений. И вы знаете, что такое телемаркетинг, из чего он состоит, какие задачи призваны решать. И мы с вами рассмотрели уже такие инструменты общения с нашим клиентом, как голос и речь. Теперь, что же нам нужно делать, что нужно знать, прежде чем звонить нашему клиенту? Да-да, мы еще не звоним. Мы только готовимся к звонку. Потому что звонок клиенту, это очень важно, от него зависят ваши деньги. Итак, прежде чем звонить своему клиенту, как вы думаете, что нужно сделать? Чем вы занимаетесь, прежде чем позвонить клиенту на работе? Ну, когда я задаю этот вопрос в аудитории, я могу услышать ответ. Ответы бывают такими. Я смотрю в интернете о фирме. Я смотрю в интернете о фирме.